Приветствуем вас в серии видео, посвященной техническому разбору Солана. В этом видео вы узнаете о механизме работы децентрализованных криптовалютных займов и о том, как запустить свою систему кредитования. Подписывайся на канал Криптон, а мы начинаем! В классическом мире финансов, человек, который берет кредит в банке, обычно обеспечивает его возврат залогом в виде какой-либо собственности. Залог должен быть больше кредита, чтобы в случае его неуплаты, банк мог реализовать, то есть продать, залог и покрыть свои убытки. Если кредит с накопившимися процентами будет выплачен, залог вернется кредитополучателю. Если же человек отказывается или не может выплатить кредит, а залог за это время по каким-то причинам упал в цене, банк реализует залог и в соответствии с договором обязует заемщика в той или иной форме выплачивать оставшуюся часть кредита. При такой системе необходимо доверие между двумя сторонами – банком и заемщиком. Более того, определенным лицам кредит могут вовсе не выдать. В сфере децентрализованных финансов также присутствует сектор кредитования, только работает он по-другому. Здесь все управление средствами происходит посредством смарт-контракта, то есть независимой программы, хранящейся в блокчейне и выполняющей какие-либо действия. Человек, выступающий кредитором, вносит свои средства в смарт-контракт. Эти средства будут использованы для предоставления займов другим пользователям, за что кредитор начинает получать плату за пользование его средствами – процент. В свою очередь, заемщик, человек, который хочет получить займ, должен как-то гарантировать возврат средств. Ведь в децентрализованных системах невозможно принудить участников к выполнению каких-либо обязательств. В связи с этим используется понятие LTV, то есть коэффициент loan to all, или коэффициент кредит-залог. Он отражает, насколько большим является залог по отношению к получаемому займу и используется для оценки возможной суммы займа. Если заемщик захочет взять заем с LTV равным 25%, ему будет необходимо внести залог, который будет в 4 раза превышать сумму займа. Залогом в таком случае является криптовалюта. Например, беря заем в 2000 долларов в токенах USDC с LTV 25%, ему будет необходимо внести 8000 долларов в монетах Soul. Но какой смысл брать заем, блокируя в качестве залога криптовалюту, которая стоит в 4 раза больше займа, если ее можно просто продать? Если человек верит в успех своего криптовалютного актива, но продает его из-за потребности в денежных средствах, то в таком случае теряет возможность заработать на возможном будущем росте цены актива. А при взятии займа криптовалюта просто будет заблокирована в смарт-контракте и возвращена в полном объеме после возврата займа с накопившимися процентами по нему. В зависимости от величины LTV в момент взятия займа будет варьироваться и процентная ставка по займу. Чем ниже будет значение LTV, то есть чем обеспеченнее и безопаснее заем, тем меньше по нему будет процентная ставка. И наоборот, чем значение LTV больше, то есть чем меньше обеспечения у заема, тем больше будет ставка по нему. Однако следует отметить, что условия по займам в секторе децентрализованных финансов в большинстве случаев намного лояльнее, чем в обычных банках. Может произойти такая ситуация, что после взятия займа и внесения залога цена внесенной в качестве залога криптовалюты начнет падать. Это значит, что начнет расти LTV. То есть заем будет становиться менее обеспеченным и более опасным. При достижении определенного значения LTV, так называемого LTV-ликвидации, который может быть равен, например, 80%, залог станет практически равен сумме займа. В таком случае залог в криптовалюте будет продан, покрыв сумму кредита и обеспечив выплату процентов по нему. Значение максимального LTV отражает, каким наименьшим может быть обеспечение у займа. Обычно это значение близко к LTV-ликвидации, что составляет риск для заемщика. Поэтому в большинстве случаев займы берутся с LTV гораздо более низким, чем значение максимального LTV. По этой причине важно следить за обеспечением своего займа и в случае надобности увеличивать свой залог, тем самым спасая заем от ликвидации. Возможно и обратная ситуация, когда цена криптовалюты в залоге начинает расти, а значит снижается коэффициент LTV. В таком случае часть залога заемщик сможет вывести. Благодаря такой системе обе стороны могут участвовать в процедуре займа без необходимости доверять друг другу. Средства кредитора обезопасены автоматической продажей залога в случае неуплата кредита или снижения его обеспечения, позволяя безопасно зарабатывать на вложении своих активов. В свою очередь залог в криптовалюте, предоставленный заемщикам, надежно хранится в смарт-контракте, предоставляя возможность заработать на росте актива. Все это без верификации, предоставления кредитной истории или страховых платежей. Такая схема является общей и подходит для большинства продуктов кредитования в DeFi секторе со своими собственными дополнениями в каждом отдельном случае. Проект тестовой площадки, предоставляющий услуги кредитования в блокчейне Solana, уже был создан и загружен в открытый доступ. Остается лишь выполнить несколько простых действий, чтобы запустить его, и сейчас вы узнаете, как это сделать. Для ее запуска вам необходимо установить сторонние компоненты, установку каждого из которых мы показали в прошлом видео о запуске собственного децентрализованного обменника в блокчейне Solana. В этот раз мы не будем подробно демонстрировать их установку, однако все команды и материалы, необходимые для запуска системы кредитования, включая установку сторонних компонентов, вы найдете в описании. Для начала, как и в прошлый раз, скопируйте GitHub-репозиторий проекта системы кредитования с помощью команды GitClone и перейдите в созданную папку. В таких системах кредитования обычно предусмотрена комиссия, которая взимается в пользу самой системы. Так как вы являетесь поставщиками подобных услуг, вы можете установить свой адрес для получения комиссий. Для этого с помощью любого текстового редактора откройте файл ENV в той же созданной папке и впишите свой адрес для получения комиссии в строку «host fee address». Затем введите команду set в терминале или командной строке, еще раз указав свой адрес. Теперь перед запуском остается только установить ряд дополнительных инструментов для подготовки локального сервера с помощью следующих команд. После чего мы можем запустить локальный сервер и получить доступ к системе кредитования по одобразившейся ссылке, открыв ее в любом вашем браузере. Обратите внимание, что так как это не полноценно работающая система кредитования, а скорее предназначенная для образовательных целей, некоторые функции могут работать некорректно. В связи с этим при тестировании продукта оценивайте риски использования реальных активов. Демонстрировать работу системы кредитования мы будем в основной сети Solana. С помощью кнопки «Connect» подключите к приложению свой кошелек в соответствующие сети. Для этого вы можете воспользоваться кошельком Solid, ссылку на который вы найдете в описании. О нем мы рассказывали в первом видеосерии, посвященном созданию собственных токенов. На главной странице будет отображена общая информация о доступных на площадке активах, текущей процентной ставке по ним и других показателях. Обратите внимание, что некоторые данные могут быть не совсем корректны. Во вкладке «Депозит» вы можете внести средства для предоставления займов или в качестве залога, чтобы получить возможность взять заем. Здесь же вы можете заметить упоминание терминов максимального LTV и LTV-ликвидации, с которыми вы уже знакомы. Во вкладке «Borrow» находятся инструменты для взятия займа, однако полноценно протестировать этот процесс не представляется возможным. Отслеживать свои займы и депозиты можно во вкладке «Дэшборд», откуда можно также перейти к разделам вывода и отправки средств. Перейдя во вкладку «Liquidate», вы увидите займы с плохим состоянием здоровья, то есть близкие к ликвидации. Вы можете выкупить часть залога таких займов со скидкой, тем самым снизив показатель LTV. Лучше ознакомиться с платформой, предоставляющей услуги кредитования, вы сможете, запустив ее своими руками. Команды и ссылки на все необходимые для этого сервисы вы найдете в описании. Это видео является завершающим в трехсерийном цикле технических руководств Solana, ознакомившись с которым, вы приобрели базовые знания, касающиеся работы блокчейна, создания токенов и запуска собственных продуктов DeFi-сектора. Узнавай новое и подписывайся на канал Криптон и наши соцсети. Все ссылки будут в описании.